Порядок определения арендной платы за земельные участки в районах республики изменится. Теперь сумму аренды будут высчитывать с учетом доходов используемого участка. Тему обсудили на очередном заседании правительства Северной Осетии. Таймур Астускаев подчеркнул, что нужно постоянно мониторить влияние арендных платежей на предпринимательскую деятельность. Изменения должны помочь предпринимателям и создать комфортные условия для конкуренции и развития. На 2022 год в республике установят коэффициент, отражающий особенности рынка труда. Речь о коэффициенте на налоге к доходам физических лиц и иностранных граждан, которые работают на территории республики по найму. Благодаря этому удастся повысить конкурентность граждан России на рынке труда. Кроме того, это позволит выровнять налоговую нагрузку иностранных граждан и россиян. На повестке дня и вопросы благоустройства. Из резервного фонда правительства России регион получит больше 64 миллионов на благоустройство сельских территорий. Участником программы станут 6 муниципальных образований. Средства распределят по заявкам от районных администраций. Так всего реализуют 38 проектов в 29 населенных пунктах. Это и установка уличного освещения, создание зон отдыха, ремонт памятников и не только. Распоряжением правительства Российской Федерации и республики выделены 64 миллиона 669 тысяч рублей в рамках программы комплексное развитие сельских территорий под программой благоустройства сельских территорий. И сегодня на правительстве было принято решение о распределении данных средств между 6 муниципальными районами республики. За эти средства будут реализованы 38 проектов в наших населенных пунктах в 29 селах. Это касается строительства пешеходных тротуаров, уличного освещения. У нас есть проекты по восстановлению памятников, павшим в годы Великой Отечественной войны, по ремонту парковых зон. То есть это средства, которые будут направляться на создание инфраструктуры в наших населенных пунктах.